Добрый день, дамы и господа! Продолжаем наш проект «Предикторы возмездия» по принципу, что все есть программа. Знаешь код доступа на программу, можешь ей управлять. Вот мое рабочее место. Рабочее неправильно, назовем творческое место. Для воздействия. И у меня в папочке есть некоторые, скажем так, обработанные мыслеформы. Это вот картиночка какого-то банка, кажется, ВТБ. ВТБ-банк. Я ее отсканировал и поставил свою программу, назвав банка ОЗА. Это чисто моя матричная, скажем так, проекция, что я подумал, почему называют банк. Давайте введем туда в эту мыслеформу женский принцип, потому что начинается эпоха матери. Пусть будет банка. Тем более, что банк сам по себе сейчас весьма сомнителен для народа. Кредиты какие-то с непомерными ставками. Банка ОЗА. Какой-то минимальный, допустим, 3% брать за кредит, чтобы человек ну хотя бы как бы осознавал, что нужно деньги возвращать. Ну и, по сути дела, что я сделал? Я поставил на эту, скажем, их матрицу. Это их матрица была первичная. Я ее изменил и поставил свою матрицу на их, скажем, мыслеформу. Следующая тема по Сталину. Что у нас что, Сталин рассматривается некоторыми, даже он иконы рисует, то есть его, скажем так, причастность к корневой системе. Я так видел, что Сталин выполнял функции, у него была матрица крокодила, он, значит, на своей территории жрал врагов и пытался сожрать какую-то еду и на чужой территории. А если, скажем, не хватало еды, то гулаги жрали на своей территории, поглощали гавах, как бы в определенном, скажем, проценте, который был кем-то запланирован. Понятно, что за Сталином какие-то манипуляторы стоят серьезные, астральные. Вот. Это вот фотография интересная, отдыхал на море, значит, бассейн в гостинице и сидит богомол. С утра вышел, где-то часик в 6 позаниматься, сидится, богомол, смотрит на меня. Вот. Начал медитировать, думаю, что это как бы знак-то значит, природа, как разговаривает-то о чем. Ну и смотрю, что эта инстанция меня сканирует. То есть физическое тело, скажем, самого по себе насекомого – это сканер. За ним где-то стоит там астральная медуза, может быть, какое-то ядро корневой системы. Вот. Если на это помедитировать, можно увидеть, что, скажем, эта сущность была привлечена какой-то энергией, которая присутствует там в данном случае, где был я. Вот. Кстати, по медузам. У нас медуза, напоминаю, вот в схеме. Медуза – наша луна, луна-анул, лунный комплекс и медузный комплекс туда же идёт. Вот. Медуза, она впрыскивает одним щупальцем с астрального плана в человек свою вакцину и затем поглощает то, что потом человек, как бы заражённый этой вакцинации транслирует через чакры. Понятно, что это касается не всех людей, а есть такие люди, которые, в общем-то, медузи могут тоже там навалять люлей, вот, отрубить ей щупальцем, там вообще покрошить капусту. Ну, опять, это если они видят, где, скажем, в астральном плане находится. Вот. А сама по себе медуза, она там может иметь более глубокое ядро. Вот. Про медузный комплекс я сейчас не буду, кому интересно, там погуглите, поищите. По-моему, в Лив журнал есть там какие-то статьи по этому вопросу. Вот. Ну, я сейчас просто, как бы, синхронизацию вам даю. Вот, допустим, такие картиночки. В Москве покончил с собой сотрудник МВД. Я это всё фиксирую, как бы отслеживаю, куда программка ушла, куда пришла. Вот у нас Соловьёв, оборотень, сионистский. Он перебывается, значит, там туда, куда ляжет там большая денюжка. Вот. Понятно, что там сменил уже, я думаю, Матрица-3. Вот. Ну, скажем так, вот мы русский, с нами Бог написал еврейчик. Очень показательно. РНЕ у нас потенциальная, скажем, та организация, которая могла бы там быть направлена в нужное русло. Но так я вижу, что Баркашов не знает, куда рулить, у него никаких особых идей нет. Вот. То есть, его Янское начало тоже повреждено. Интеллектуальный коэффициент у него никогда там не был крутым, у Баркашова. Вот. Поэтому сейчас под чьим руководством бегает РНЕ, я не знаю. Вот. У меня там, я их и не изучал, кстати, в разработке они особо не были. Вот. Но, в принципе, если, значит, кто интересно, какие-то есть каналы на РНЕ там или людей с мозгами, вот. Пишите в комментариях, будем обсуждать, думать. Вот замечательная картина. Ирина Шейк показывает какой-то прием на Иване Органде. Она, значит, занимается какими-то там единоборствами. Ходит к тренеру, показала Иване, значит, как душить правильно мужика. Ну, такой очень показательный пример в плане того, что аспект Кали-Юги. Мать Кали душит еврейчика, который, опять-таки, косят под русского. Иван. Ну, косят под русского. Там, как бы, все четко в программе прописано. Так. Это какая-то девушка, по-моему, Катя. Катя, она менеджер очень крупной компании там по продаже там элитной одежды, косметика там в Ставрополе. Вот. У меня там через Ставрополь много корней. Вот она тоже у меня, как бы, хорошая энергия. Медитирую. Это у нас человек, который занимается руководством коллайдера. Вот. Вот этот вот Винни-Пух у нас занимается коллайдером. На него можно уже по фотографии ставить определенную программу. Просто поставить программу, что мы считываем. Вот. Считываем. У нас коллайдер идет вот по этой схеме. Вот она, пирамидка. Вот. Сейчас про коллайдер мы скажем отдельно, потому что уже, как бы, экспансия Китая там прет у нас в том направлении. Вот. Поэтому вот этого человечка срочно в разработку нам. В астральную ментальную разработку. Что мы пришли к коллайдеру? Там пульт управления. Значит, какая-то система, серьезная система. Я так думаю, скорее всего, рептилоидная система в союзе с кем-то в Луне, в лунном модуле. Вот. Дали технологию, даже скажем, приказ строить этот портал с целью, я думаю, воздействовать на будущие матричные события. Вот. И, значит, через коллайдер они там... Там не то, что они там сталкивают эти там какие-то нейтроны там с электронами или там протонами. Они там пытаются, значит, найти определенную частотность, частотность, которая им даст выход на другое измерение. То есть, по сути, они стучатся в какие-то другие измерения, потому что, значит, видимо, им хвост там прижали где-то. Я думаю, где-то в галактике им прижали хвост. И там идет у них сворачивание их эволюции. Вот. Кстати, все эти вот инопланетяне, как я вижу, если брать относительно какого-то центра, это какие-то наши тоже родственники, понимаете? Это тоже какая-то ветвь эволюции генотипическая, которая пошла каким-то своим путем эволюционным. Они там, ну, скажем так, создали опять ядро свое, ушли в это измерение, там, значит, существовали, жили. И потом они увидели, что это тупик. То есть, они как бы, скажем, они усыхают. Вот эти вот серые человечки, там всякие вот эти вот инопланетяне, они видят, что они усыхают. Это все равно как, смотрите, допустим, даже у дерева есть там цикл какой-то, да, и у кактуса, и у кого бы то ни было, есть цикл, где он приходит к усыханию. Вот. И так же и у них, значит, корешок начал там у них подгнивать, начало все это дерево их эволюции, скажем так, давать сигналы, сигналы, что вы подыхаете. И они, значит, стали искать какие-то вот эти цивилизации, где можно включить принцип вампира. Вот. То есть, схавать там что-то, жизнь, схавать эмоцию. Кроме того, и даже по версии Бхагавадгиды, все во вселенной стремится к наслаждению. Вот. Соответственно, и тоже они ищут определенную форму наркотика. Причем в жесткой форме. Вот. И этим аборигенам местным противопоставить нечего. Даже на кармическом совете, я думаю, что был вопрос, ставили эти серые, что можно здесь попастись над этим скотом. Они, видимо, им сказали, что если вы генотип свой туда внедрите, то вы, по сути, можете их жрать, но только вы будете как бы жрать сами себя. Отсюда и принцип «змея кусает собственный хвост». Вот. Это, кстати, очень такой глубокий архетипический значок с этой змеей. Вот. И они начали скрещивать себя с местными аборигенами. И потом, значит, это адаптированный вариант. И через них пытаться реинкарнировать. И через них пытаться получать еду и наслаждение. Вот. Это нужно четко видеть. Если мы это видим, мы от этого дистанцируемся, наше энергетическое тело выстраивает защиты мощные. Я уже сказал, у нас защита ежа. Вот эта вот окружность, где иголки торчат наружу. А мы, значит, ядро самих себя находимся внутри этой защиты. Так вот, по коллайдеру. Мы там пришли к тому, что у коллайдера там два кольца. Ну, возьмите там схему. Может быть, там восьмерка или как. Там не суть важна. Просто нужно подключиться, что он там есть в виде этих кругов, где гоняют эти электроны. И, значит, мы нашли вот точка Х – это там, где присутствует манипулятор главный. То есть, вот эти все ученые здесь сидят, они отдельный свой какой-то уровень разрабатывают. Потом приходит в точку Х некий манипулятор, который втыкает туда свою дискету или флешку, чтобы программа заработала там, ну, условно, дала какой-то результирующий вариант. Мы эту точку Х оттесняем. Берем кольцо в это вот ежа и оттесняем сюда. Я нарисовал здесь сзади, она должна вот здесь быть. Вот. Соответственно, значит, какая-то часть нашей энергии, вот так правильно будет, еж, он оттесняет этого манипулятора из точки Х, а в точку Х мы вставляем нашу, значит, пирамиду со светящимися этими радугой. Потом нам нужно вычислить, значит, некие точки Y или Z, а может быть, она будет и вот здесь, понимаете, нужно медитировать, может быть, и здесь, а может быть, она в глубине где-то вот этого коллайдера, мы еще не нашли ее. То есть, это точка той векторальности, куда пойдет программа. Вот, важный момент. То есть, нам нужно знать, куда пойдет программа дальше. Значит, и сюда же в эту часть точки Х мы можем вставить мыслеформу, которая с Пекином пусть вступит в противоречие, скажем, противоречивые давления. Вот этот вот коллайдер вступит в противоречие с китайцами. Вот это будет хороший ход, дамы и господа. Вот это серьезный ход шахматный, как предикторы. Мы сделаем хороший ход, где начнется давление. Сюда мы подключим с другой стороны коллайдер Ватикан и Англию, и пусть они вступают в жесткое противоречие с Китаем через вот это вот измерение, которое качает данный манипулятор. И сюда же можно поставить и то, что в Россию приходит прямое народное правление. Вот такой вот хороший, скажем, комплекс включений. Вот здесь у нас по криминалу выходит программа в городе Серпухов. Пришла информация, что там какая-то была сходка воров в законе. Убили какого-то криминала то ли в Армении, то ли в Азербайджане. Вот. Ну, я вот сейчас в криминал там не лезу, хотя он здесь очень конкретно вылезает. Кстати, скрипоносный бузатер, он является посредником между вот этого некого протеста народного и матрицей криминала. Он сам криминал, он сидел, это бузатер, по-моему, лет пять, что ли, там четыре, не знаю. Он сам об этом говорит. Так вот, бузатер, он бузатерит как раз в пограничной зоне между криминалом и вот этими, значит, протестантами, революционерами. И матрица, кстати, криминала всплывает и у шамана с этим вороном, который, там прямым текстом вор он. Понимаете? Он вор. Там уже его матрица этого торчит. Там видно, что криминальные матрицы. Ему там давали деньги, шаман его называл каким-то там своим крылом. Вот. Понимаете? Здесь все закодировано, дамы и господа. Да, мы вступаем в некую информационную матрицу вот этой сказочности. И я думаю, те, которые эти сказки придумывали в прошлом, эти игроки тоже были, значит, непростые. Они передали через сказки определенный код доступа на корневую систему. Отсюда королева, корона, кор, рок, рок – фатальная программа, кор – корень правит. Кто знает код доступа на корень, тот и правит. Вот. Поэтому вот, значит, это тема с коллайдером. И я здесь себе в шоу-бизнес пишу раз-два-три, там, ну, я вам как схему даю, потому что вот если кто-то имеет код доступа на шоу-бизнес больше, тут эту схему, эта квадратика больше там, скажем, его творчески просчитывает. Это вот спираль шоу-бизнеса. Я там пишу, первое, Тимати и Гуф получили Тумака за свой клип, который они сняли там Собянину. Второе, там, Заворотнюк, под вопросом не рак там головного мозга, вот. Ну, и так далее, три-четыре-пять, там можно просто записывать, эта схемка будет расширяться. Теперь дальше, смотрите, отличная, кстати, рабочая схема, скажем, нет, опять, рабочие, зачеркиваю, не надо нам рабы, творческая схема. Вот у нас здесь был в центре у нас спираль по Китаю, она сместилась на Пекин, на Пекин мы поставили ежа, вот этот у нас верхняя, значит, точка рассеялась, это шамана взяли в плен, здесь произошло рассеивание, но я так вижу, это как споры, понимаете, как какой-то гриб надавили, споры, значит, разлетелись, и даже там где-то в Америке уже какой-то человек вышел с одиночным пикетом у здания российского посольства, чтобы дали свободу шаману, вы понимаете, то есть вот это уже какая-то здесь есть связь на США, но вот в этом квадрате я как бы Америку пока не включал, потому что слишком уж там много получится, а вы можете сделать, вот кто там, допустим, занимается Америкой, отдельный квадратик, это замечательный шахматный, дамы и господа, вот это вот сама по себе система, если еще применить ее к нумерологии, это у нас руны, вот вторая руна пришла у нас в виде молнии, это реальная, скажем так, голограмма, это информационные голограммы, здесь у нас Москва, МКАД, башня Останкина дает сигналы, вот, даже можно, значит, просмотреть, какие сигналы идут там на лунный комплекс, или, может быть, лунный комплекс посылает сюда какие-то сигналы, может быть, эту щупальцу от лунного, значит, модуля сюда поставить какую-нибудь защиту, вот, вот творческий процесс какой замечательный, и смотрим, следим за событиями, что будет там всплывать, какие сюжеты, вот, какой-то, сейчас я смотрю информацию в интернете с Медведевым, какой-то, значит, там серьезный идет накат на Медведева, значит, на него нужно тоже какую-то поставить программу, может быть, впрыснуть там этим вот каким-то астральным уколом какую-то свою вакцину, которая взята из излучения этой пирамиды, вот, вот такой вот, собственно говоря, творческий процесс, и вот эти, я бы советовал, какие-то доминанты есть у вас по мыслеформам, отдельную папочку завели, и туда скидываем, мало того, что я даже думаю, может быть, создать там страницу ВКонтакте, куда будут эти все папочки скидываться в плане того, что нужно какие-то вести разработки серьезные в этом направлении. На сегодня все, удачи всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова я, Захарыч, Блажанный! Друзья, всем привет! В общем-то, было ожидаемо, и даже субтитры создавал DimaTorzok для меня не было новостью, буквально вот только что был заблокирован мой канал. Дорогие друзья, всем привет! Вы вновь на канале Волхонский лайф, а это значит, что вы опять узнаете то, о чем никогда не расскажут с экрана ваших золотых путевизоров. Субтитры создавал DimaTorzok Начать следующий ролик со своего выступления я хочу с привлечения именно населения нашей страны к понятию, где строится народ. В первую очередь, хочу начать попытку свержения или коготь-3, чтобы те, кто понимает компьютер, нашли эту статью и прочитали. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот этот вопрос, который задал студент по поводу того, что готов ли Медведев к смертной казни в случае революции. То есть, это нормальный звоночек, вот это, я так понял, студент, нормальный звоночек для Медведева и вообще для нас. То есть, здесь на шахматном поле Медведев становится ключевой фигурой некой и он, видимо, готов принять на себя программу нашего вектора предикторов возмездия. Ну и хорошо, займемся Дмитрием Анатольевичем. Субтитры создавал DimaTorzok